Как на допросе почувствовали себя следователи Следственного комитета Ленинска-Кузнецкого. Свои недетские вопросы сыщикам адресовали девятиклассники из седьмой школы. Ребятам пришло время определяться с будущей профессией. Следователь – одна из приоритетных и интересных для школьников. Я смотрела много фильмов, связанных с такой профессией. И интересно всякие дела распутывать, разгадывать загадки. Поэтому такой интерес есть. Я смотрела много фильмов, как работают следователи. И сейчас мне пришлось пообщаться с ними. Мне было интересно слушать, какие дела они расследуют, как часто у них, что происходит. Мне понравилось. Как признали сами следователи, в их работе нет романтики. Ее можно увидеть лишь в художественных фильмах. В условиях ненормированного рабочего дня и большой нагрузки, как физической, так и эмоциональной, им приходится расследовать сложные, порой опасные преступления. Выезжать на место в любое время суток, принося в жертву свое личное время. Когда мы пытались ответить на вопросы детей, стало ясно, что действительно мы очень мало времени проводим дома. Очень много времени отдаем работе. Что это выматывает очень сильно. Опять же, напомнило нам, насколько, скажем, какие подвиги совершают наши близкие, которые живут с нами, ждут нас дома. Расследование всегда сложный и кропотливый труд. Одни ребята признались сразу, такая работа не для них. Других трудности не испугали. Я послушал, и вот мы с одноклассником решили, я и до того хотел поступить в кадетское обучение. И вот мы сейчас с одноклассником хотим поступить в кадетское. То есть возможно, да? Да, я хочу связать свою жизнь с полицией, что-то такое. После откровенной беседы, а опытные сыщики не стали скрывать от школьников всех подводных камней непростой работы, делегация отправилась на экскурсию по отделу. Диван, когда до ночи работаешь, там часов до двух, до трех, до четырех ночи, что можно было подремать часик, это два. По признанию следователей, за все время работы отдела не выдержали нагрузки и специфики профессии только два сотрудника. А это значит, что каждый следователь здесь работает по призванию. Если работа не приносит удовольствия, то и эффективность этой работы будет низкая. А тем более работа следователя, она на самом деле очень тяжелая и физически, и в эмоциональном плане. Не исключено, что кто-то из этих школьников через несколько лет станет отличным следователем и будет с таким же упоением рассказывать ребята уже о своей любимой профессии. Мария Силантьева, Василий Обухов, Ленинск ТВ.